Да, кстати, хочу еще сказать, что испанцы, у них огромнейший опыт производства фруктов и овощей на всю Европу, ну вообще, может даже на весь мир, я не знаю, но в Европе их очень сильно распространены и продают везде. Испания, почему она является лидером по распространению, по продаже, по коммерции фруктов и овощей? Потому что они в конкурентной борьбе решили использовать, ну и так как развитая страна, это же Европа, решили не использовать, поменьше использовать всяких гербицидов, пестицидов вот этих для уничтожения насекомых вредных, ну и, конечно, которое вредит нашему здоровью и вообще планете. Они даже, вот я знаю, что где-то 7-8 лет назад начали использовать в теплицах такой метод, как биологическая необработка, а воздействие на вредных насекомых. Они разрабатывают мелких таких тоже, вот как, еще меньше даже, чем тля какая-то, и они их распространяют там, вот эти микроорганизмы, которые поедают эту тлю, а растения не трогают вообще. И получается, что биоорганизмы, которые уничтожают самих уничтожителей, то есть они деревьям не наносят никакого вреда, а уничтожают этих вот вредных насекомых, типа как тля там всякая, вот эта мошка средиземноморская фруктовая. Вместо пестицидов, вместо того, чтобы травить этих мошкару и всяких этих мелких негодяев, они на них напускают всякие тоже, как бы еще меньше, там на тлю они напускают еще меньше микроорганизмы, которые ее, ну, поедают. И они даже продают вот эти мешки с этой био, с этими ингредиентами, которые используются массово в теплицах, и получается, что мы едим чистую, не отравленную пищу, никаких там химических элементов практически нет. А вот если сравнить, как доставляют уже овощи, даже и вот эти вот всякие фрукты, там, цитрусовые, все из Марокко, вот там, если копнуть и в лабораторию отправить, так они там все на пестицидах. Ну, потому что здесь Европа, развитая страна, там они еще недоразвиты, они там за счет, как китайцы, за счет увеличения продукции, интенсивного вот этого использования отравляющих средств, этих пестицидов, они добиваются таких, ну, результатов тоже. Но они коммерческие, ну, как бы, рано или поздно, то есть, все равно все приходят к тому, что лучше есть здоровые продукты. И поэтому Айспания массовостью своей задавила всех, и чистые экологические продукты продает на весь мир, во всяком случае, на Европу. Вот это интересно, то есть, и этот опыт, они между собой, они не во всех областях еще раньше был внедрен, а сейчас они уже везде. Я уже смотрю, я разговариваю там с людьми, уже внедрено везде, и даже я думаю, что скоро оно пойдет как мода на весь мир, потому что, ну, продукты, продукция у тебя идет большими темпами, ты фуры эти загружаешь на Европу, они отъезжают, а продукция, она, во-первых, и дешевая, и чистая. А вот эти марокканские продукты, которые пестициды там вообще зашкаливают, они ни в какое сравнение не идут, они конкурировать не могут никак, ну, просто, что они вообще, цены самые низкие там у них, поэтому, закупочные, поэтому я не знаю, кто их покупает, я не знаю, они вообще-то, мне кажется, запрещены даже в Европе, как китайские вот эти всякие огурцы или что там, ну, известно, как они там их на химических полях вырабатывают, вот. Поэтому учимся у продвинутых европейских стран, которые занимаются этим не просто так, а из-за выгоды, это тоже ж выгодно, жить и кормить свои семьи, чтобы они не травились, то есть на своей же земле и жить припеваючи, а все знают, что Испания там одно из первых мест по долгожительству в мире, там после Японии, по-моему, а может даже на каком-то месте они были в каком-то ходу и на первом, не знаю, ну, очень они хорошо, очень живут, и продукты, ну, действительно, очень вкусные, продукты, ничего не скажешь, я вот из Бельгии как приеду, казалось, что в Бельгии очень вкусные продукты, но когда сюда переехал, так я вообще вкус, ну, действительно, детство вспоминается, помидоры вот эти ешь, так, но здесь они в сто раз еще вкуснее, ну, так что учимся у крутых представителей фруктово-овощной индустрии, есть чему поучиться, поэтому будем стараться тоже себя вести более-менее надлежащим способом, чтобы не посрамить свое чистое имя производителей овощей и фруктов, вот, ну, а это же мы для себя, это же, это же никому-то там не налево столкнуть, это же все себе в семью, а мы же сами себя травить не хотим, семью свою, вот, испанцы свои семьи травить и не хотят, поэтому они и перешли к такой вот щадящей, даже не щадящей, а экологически дружеской такой вот продукции массовой, хотя многие, вот французы особенно, они конкуренты с испанцами по своим фруктам и всему и говорят, ой, Испания, они там в этих цеплицах интенсивное производство, типа, воду выкачивают, там, засыпают все пестицидами, гербицидами, людей, которые там этих бедных черных держат на цепях привязанными, чтобы работали, вот, это все неправда, это они просто, их жаба душит за то, что испанская продукция, она намного лучше и дешевле, поэтому пользуются большим спросом, вот так, все, я все сказал, я так надеюсь, все понятно.